Полномочный представитель президента Дальневосточно-федеральном округе Юрий Труднев, глава региона Олег Кожемяка, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приехали в Уссуриск. В зоне особого внимания микрорайон 7 ветров, который больше остальных пострадал от серьезного наводнения. Теперь здесь откачивают воду и продолжают строить дамбу. Так специальную технику и оборудование для расчистки русел рек и других миллиардативных работ закупят для Приморья при поддержке федерального центра. Олег Кожемяка подчеркнул, что на эти цели планируется затратить более 3 миллиардов рублей, а конкретно для Уссурийска требуется около 350 миллионов. Министр и полпред поддержали это обращение губернатора. По приобретению техники, с тем, чтобы здесь работала драга, здесь был комплекс в том числе и экскаваторов, сейчас есть такие с амфибией, то есть самосвала бульдозера, с тем, чтобы мы и руслом очисткой их занимались, то есть берега укрепления, сейчас выйдет закон, дадут полномочиям. А на совещании, прошедшем уже во Владивостоке, был затронут вопрос о том, как сделать так, чтобы погода не причиняла столь масштабных разрушений. Я попросил все министерства, сегодня присутствует достаточно широкий перечень федеральных министерств, попросил в течение двух недель представить план, как делать так, чтобы у нас не уплывали мосты, не разрушались дамы, не падали линии электропередач, потому что, конечно, надо сделать так, чтобы чрезвычайные ситуации приносили как можно меньше ущерб. Было отмечено, что во время прошедшей непогоды в Приморье подстрадали 23 муицепалитетов, 105 населенных пунктов потоплено более 5,5 тысяч жилых домов и 10 255 приусадебных участков. Повреждено 46 мостов, что привело к нарушению сообщения с 99 населенными пунктами. Также в результате наводнения погибли сельскохозяйственные посевы на площади около 35 тысяч гектаров. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.